Пряничные домики, картины, елки и фигурки петухов самых разных цветов и форм. Чтобы выставить все экспонаты в экологическом детском центре заняли несколько кабинетов. Полет детской фантазии никто не ограничивал. Свои подделки ребята мастерили из самых разных подручных материалов. Это крупы, ветки, шишки. Например, вот этот петух выполнен из тыквенных семечек. В экспозиции выставки порядка тысячи работ учеников школ и детских садов области. Прежде чем попасть сюда, все подделки прошли жесткий конкурсный отбор. Оценивать работу жюри будет по нескольким номинациям. Это флористическая композиция, символ года и новогодняя елка. Выбрать лучших жюри будет непросто. Это просто невозможно, потому что работы настолько, можно сказать, даже шедевры маленькие. Это искусство, разумеется, это восхищение. И это задел на дальнейшую работу, потому что детки смотрят, детки видят, как это сделали другие, и учатся тоже. Этот конкурс не только возможность показать свои творческие способности, но и повод задуматься об экологии. В экспозиции сотни искусственных елок. Одна из таких вполне может заменить живое новогоднее дерево. У нас идет здесь такой под девизом номинация «Елка» идет под девизом «Оставим елочку в лесу». И вы здесь можете увидеть, какие прекрасные елки, чтобы не рубить живые растения. Вот здесь елки сделаны с очень большой фантазией, буквально из любого подручного материала. Авторы лучших работ получат дипломы. Фотоподелок победители разместят на сайте экологического центра. Выставка работает до 1 февраля. Познакомиться с экспонатами поближе может любой желающий. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Т,sy Street